Всем большой привет! Сегодня речь пойдет о классном средстве, которое мне еще в детстве рассказал мой дед Егерь. Это средство экологически чистое, не вредит вашему здоровью, оно не токсичное, изготавливается своими руками из аптечных препаратов. Сделать его может каждый, стоит копейки, по изготовлению займет буквально пару минут. Хочу поделиться с вами этим средством, потому что клещ это очень опасное насекомое, которое переносит такие болезни, как клещевой энцефалит, цепной клещевой тиф, клещевой боррелиоз, болезнь лайма по-другому ее называют, геморологическую лихорадку и много других болезней. Раньше многие мои друзья пользовались вот такими покупными средствами. Они на самом деле очень токсичны и действуют не только на клеща, но и на вас, на ваше здоровье. Поэтому я ни в коем случае не советую их покупать, а посмотрите мой ролик до конца и обязательно сделайте себе это безопасное средство, которое эффективно в борьбе с клещами. Кстати, также это средство помогает в борьбе еще и с комарами. Так что друзья, устраивайтесь поудобней, всем приятного просмотра, поехали! Прежде чем мы будем изготавливать с вами средства, я хочу посоветовать в первую очередь приобрести вот такой вот флакончик с распылителем, в который мы будем наливать его и уже опрыскивать одежду и часть тела. Поэтому друзья, если у вас завалялись от каких-нибудь лосьонов или еще чего-то, вот такие вот баллончики, не спешите их выбрасывать, они вам очень пригодятся. Также нам понадобится обычная вода, спирт, но я приобрел не сам спирт, а средство, которое антисептик. По составу этанол 90% здесь вот написано. По факту это обычный спирт. Ну а теперь покажу вам самый главный ингредиент, из которого изготавливается данное средство. Это гвоздика. Натуральное эфирное масло, стоит копейки. Многие из вас знают, что масло гвоздики, если намазать части тела, отпугивает комаров. Так вот, оказывается, запаха этого масла очень сильно боятся клещи. Итак, приступим к изготовлению. Берем масло гвоздики, вот такой вот бутылечек. По идее его нужно смешать с водой, но, как все вы знаете, если масло смешивать с водой, оно не смешается. То есть оно просто будет плавать на поверхности. Поэтому нам нужно растворить масло в спирте, а затем уже смешать его с водой. На бутылек 100 мл понадобится всего лишь чайная ложка вот этого гвоздичного масла. Растворим его в спирте. Здесь примерно 2 столовые ложки. Аккуратненько. Так как ложка не полная была, я сейчас дополню чуть-чуть и вылью. Закрываем бутылек. Хорошенько все это дело перемешиваем. После того, как масло растворилось в спирте, мы его переливаем в наш распылитель. А затем уже разбавляем водой. Получился, друзья, вот такой вот гвоздичный мус. Так сказать, суперсредство, которое защитит вас от клещей и комаров. Самое главное, оно недорогое и экологически чистое. Безопасно для вашего здоровья. Ну, естественно, если у вас нет аллергии на гвоздику. Поэтому пользуйтесь, будьте здоровы, всем добра, удачи и успехов. Самое главное, друзья, берегите себя в наше нелегкое время. Пока-пока.